То есть у вас или супруг гражданин, и постоянный резидент США, либо родитель. Посольство в Кракове открывает календарь, который был предназначен для иностранных студентов. Гражданка гражданин Украины, у которых нет родственников США. Департамент Соединенных Штатов сказал, что будет лояльно к этому относиться. Кто подал иммиграционную петицию на воссоединение семьи с гражданами Украины. Звонить, писать и делать все возможное, если вы хотите привезти сюда своих родственников в ближайшее время. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Это видео для граждан Украины про назначение интервью в посольстве в Польше, Варшаве и в Кракове. Мы будем публиковать ссылки, куда вы должны писать, обращаться, чтобы назначить или ускорить ваше интервью на неиммиграционные и иммиграционные визы. Начнем с иммиграционных виз. Если вы гражданин, гражданка Украины и вы бенефициар иммиграционной петиции по воссоединению семьи. То есть у вас или супруг гражданин, или постоянный резидент США, либо родитель, либо ребенок, а вы родитель. Гражданин США или постоянный резидент подал на вас петицию о воссоединении семьи. Если она уже одобрена и вы ждали своего интервью в Украине, то сейчас пишите по этому имейлу, просите, чтобы ваше интервью перенесли в Польшу. Если у вас уже назначено интервью в Польше и вы хотите, чтобы его ускорили, быстрее пройти это интервью. Пишите по следующему имейлу, это интервью ускорите, просите, чтобы его ускорили. Если у вас не назначено еще интервью в посольстве на иммиграционную визу, то вы должны писать по этому имейлу и выбирать категорию Crew C1 и D1. Это виза для персонала, самолетов, кораблей, то есть морская виза. Посольство дало официальные инструкции. Там написано, даже если вы не являетесь членом какого-то экипажа, то вы должны выбирать C1 и D1. Они вам назначат в кратчайшие сроки, и вы приедете, пройдете интервью в той категории, в которой вы должны пройти. Это если в Варшаве. Тогда вы выбираете C1 и D1. Если вы хотите назначить интервью в Кракове, то вы выбираете статус F студент, даже если вы не являетесь студентом. Вы являетесь бенефициаром иммиграционной петиции. Но чтобы вам назначить быстро appointment, посольство в Кракове открывает календарь, который был предназначен для иностранных студентов. Этот календарь сейчас переносится, дает возможность гражданам Украины им пользоваться. Если вы гражданка, гражданин Украины, у которых нет родственников США, то есть никакая петиция на вас не была подана. Вы хотите назначить себе интервью на немиграционную визу. Департамент Соединенных Штатов сказал, что будет лояльно к этому относиться. Вы можете назначать себе интервью в посольстве, либо в Варшаве, либо в Кракове на обычную турвизу B1-B2. Вам не надо объяснять, доказывать, что вы едете с целью туризма, посмотреть Диснейленд или еще что-то. То есть все все прекрасно понимают, но вы можете назначать себе интервью, проходить и получать эти визы. Если у вас уже назначено интервью в посольстве Варшавы, вы хотите его ускорить, пишите на этот имейл. И если у вас было назначено интервью в посольстве в Украине, пишите на этот имейл, чтобы его перенести в Варшаву. Если у вас нигде не назначено интервью, вы его хотите назначить, то тогда пишите на следующий имейл, и вы его можете назначить. Если по какой-то причине ни один из этих методов не работает, вы быстро ответ не получаете, вы можете назначить себе групповой appointment. Переходите по этой ссылке, назначайте групповой appointment, выбирайте день, время, дату, которая вам удобна, но после этого ждите обратной связи от посольства. Они с вами свяжутся и напишут, когда вам приходить. Скорее всего, это будет не та дата, которую вы выбрали, но в ближайшее время вокруг этой даты. Если граждане США, постоянные резиденты, кто подал иммиграционную петицию на воссоединение семьи с гражданами Украины, если это петиция на рассмотрении, здесь в EOSI, это петиция I-130, вы должны звонить и просить, чтобы ее ускорили, ускорили рассмотрение в связи с экстренным положением в Украине. Уже мы получаем ответ от EOSI, конечно, мы должны изложить все факты, звоните на обычную горячую линию, которую 1-800 вы можете найти на сайте EOSI, излагайте все факты, вам потом придет ответ, удовлетворяют ваш запрос или нет. Уже получаем мы ответы в течение трех часов, что да, запрос ваш удовлетворен и петиция будет рассмотрена в течение 45 дней. Надо понимать, что это не правило, не гарантия, это я вам говорю, что сейчас какие ответы мы получаем от иммиграционного департамента, чтобы вы видели, насколько они идут навстречу, соответственно, надо звонить, писать и делать все возможное, если вы хотите привезти сюда своих родственников в ближайшее время. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал.